Приветствую вас, друзья! Продолжаю цикл терапевтических историй. Сегодня история для тех, кто много работает ради других, например, с мыслью о детях. Полезная ссылка для вас находится под видео. И это не только про похудение без диеты тренажера. Когда участницы моей программы «Прививка от лишнего веса» осознают свои причины веса, то очень часто обнаруживается связь между лишним весом и тем, что родители много работали, на отдых не хватало времени. А вот сейчас дети, уже ставшие взрослыми, тоже очень много работают, не выделяют времени на себя и не позволяют себе остановить вот это беличье колесо и получать удовольствие. И порой своих собственных детей видят только перед сном. Хотя вроде бы ради детей и совершают свои трудовые подвиги. Какая связь с весом? А когда вы демонстрируете, что сами для себя не ценны, сами себя предаете, тело следует тому же сценарию. Предает вас болезнями, лишним весом, преждевременным старением. Ну, если тело только для работы. Если вам актуальна тема вины перед детьми, то, рассказав притчу небольшую, поделюсь еще результатами психологических исследований по детско-родительским отношениям. А теперь притча. Шел по дороге мудрец, любовался красотой мира, радовался жизни и заметил несчастного человека, который согнулся под непосильной ношей. Мудрец спросил, зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? А человек ответил, я страдаю для счастья своих детей и внуков. Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего счастья и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети и внуки стали счастливы. Мудрец спросил, а был ли кто-то счастлив в твоей семье? Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы, ответил этот человек. Мудрец подумал и сказал, неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла. Научись вначале сам быть счастливым, тогда и поймешь, как сделать счастливыми своих детей и внуков. И тут как раз выкладка из моей диссертации, посвященной деловым женщинам. Диссертацию я защитила много лет назад в Институте психологии Российской Академии наук, как раз тогда, когда деловых женщин было мало и психологически им было очень сложно. Чтобы доказать свое право на то, чтобы их воспринимали всерьез, участницам моего исследования, депутатам, предпринимателям приходилось работать вдвое больше мужчин. Многие из них испытывали чувство вины перед детьми за то, что мало их видят. Но детям важно не количество времени рядом с родителями, а качество общения. Когда мама счастлива и реализована, тогда не нужно много времени и тогда не нужно откупаться от детей подарками, искупая при этом свое собственное чувство вины. И тут мы возвращаемся к вопросу, как сделать счастливыми своих детей, стать счастливым самому. А для этого важно сбросить груз несчастья со своих плеч. Вовремя отдыхать, а не тогда, когда уже свалились в болезни. Радовать себя во всех смыслах. Знаете, как в самолете одевать маску сначала на себя, а потом на ребенка. Если вы хотите что-то сделать для своей семьи, сначала сделайте это для себя. Например, приглашаю вас стройнеть в мою психологическую программу, где стройнеем без диеты ограничений, за счет того, что выгружаем вот такие неявные психологические причины лишнего веса, как та, о которой рассказала вам сегодня. Чувство, что я неценна, я недостойна чего-то хорошего и мне нужно все время работать и что-то делать для других, забывая о себе. Я вам желаю помнить о себе и, конечно же, легкости и счастья. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал. Полезная ссылка не только про похудение ждет вас под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok